Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Недавно у нас прошли очень значимые праздники, самые главные для нас праздники в году – День Явления Кришны, День Явления Мати Радики, наших почитаемых Иштадевов. Это были праздничные дни, я думаю, что вы отметили их и услышали Харикадху, которую рассказывают обычно в эти дни. Это история рождения Кришны или история рождения Радарани. Это Кришна-Татва, помимо Лилы, Кришна-Татва или Рада-Татва. Но то, что мы читаем сейчас вену Гитуши у Гурдева, это тоже прославление Рады Кришны. Это непосредственно то, что происходит по Врадже. И, в общем, я эту Харикадху предлагаю, как мое такое подношение в честь этих праздников. У нас сегодня одиннадцатый текст вену Гитуши, который звучит так. О подруга! Когда наш возлюбленный Нанда-Нанда Нашимасундара одевается в столь необычный, но очаровательный наряд и сладко играет на плейте, к нему бегут даже глупые оленихи, невежественные животные вместе со своими мужьями. Не сводя глаз, они смотрят на Кришну большими, как лотосы, глазами, полными любви. О подруге! Они не только пристально смотрят на Него, но и поклоняются Ему, поглядывая на Него искоса. То есть скашивают глаза вот так. Иши Кришна принимает их поклонение, в ответ одаривая такими же взглядами. Как же повезло этим оленихам! О, Саки, что за злая шутку судьбы! Мы, Гопи Вриндаваны, не можем отдаться Кришне подобно им, потому что родственники препятствуют нам. Родственники стоят у нас на пути. Этот текст начинается с описания образа Кришны. Наш возлюбленный Нанда-Нанда Нашимасундара одевается в необычный, но очаровательный наряд и сладко играет на флейте. И Шила Гурудев начинает свой комментарий с того, что он говорит, что Кришна на самом деле всегда меняет свой наряд. Это удивительно, потому что мы как бы знаем основные атрибуты, да, и образ как будто бы всегда один и тот же. Вот, но Кришна, он меняет наряд, и он всегда тщательно подобран. Детали тщательно подобраны. Какие серьги, какие украшения, какие цветы, значит, они всякий раз разные. И эти описания Кришны, да, образа Кришны Шимасундары, которые играют на флейте в позе трибанга лалиты, как бы стандартно в позе всегда три изгиба в теле, да. Что еще повторяется в элементах его костюма? Кришна, отличительная черта, да, это, конечно, желтая питамбара, накидка, желтая тхоти, да, цвета, тело цвет грозового облака, да, ну, уже установившиеся такие литературные метафоры. Цвет тела грозового облака, губы алые, как плоды бимба. Честно говоря, я никогда не видела эти плоды, не знаю, что это за плоды, но, в общем, очень алые. Глаза, как лепестки лотоса, это можно себе представить. И почему они сравниваются с лотосом? Не только вот потому, что они очень большие, но, главным образом, потому что они красноватые в уголках. Вот. И обязательный элемент его костюма всегда это павлинье перо, как мы это знаем из предыдущего стиха, которое венчает узел его волос. Но мне стало интересно, описаний таких несколько. В самом начале мы говорили о том, что, как бы, есть три основных в Шимадбхага, в этом описании образа Кришны, да. Один, сейчас, если я буду что-то... Один, это тот, что увидели жены браманов, помните? Другой образ Кришны, который увидел Господь Брахма и стал возносить ему молитву. Вот. И третий как раз тот, что Бархапитамна Таваровакух, мы его обсуждали, описание этого образа, это то, как в Венугите, до этого в Багаватом, значит, Гопи никак не описывают образ Кришны, а здесь в Венугите, вот, когда они слышат песню Клейты, они вдруг видят в своем сердце этот образ Кришны Шьямасундры, который проявился и, в общем, дальше полилась вся остальная Венугита. Вот. Но как сравнить? Даже эти три стиха в Шримад Багаватам, они отличаются между собой. Я сейчас не могу вспомнить полностью во всех подробностях, да. Брахма увидел Кришну как мальчика-пастушка, который стоял под деревом, упираясь на плечо своего друга, под, по-моему, Мадумангал это был, в руках у него была сладость из йогурта и риса. Такая вот сладость. Вот. Потому что Брахма как раз застал его, когда происходила Лила, Сакхи Лила, да, то есть в Сакхи Расе с мальчиками-пастушками. Он стал частью этой Лилы. Вот. Затем жены Браманов, они увидели Кришну, который был, по-моему, с цветком лилии, заложенным за ухом, за одним ухом, значит, и потом он за одним ухом, за другим, в руках он крутил лотос. И вот он крутил лотос и перекладывал с одной руки в другую. И это тоже все значимо, потому что это все знаки определенные, но образ совсем другой. И хотя это уже Кришна Шимасундара, то есть и жены Браманов испытывают страстное желание пойти за ним, и он их зовет, да, но они не в силах приступить к закону общества и оставить своих мужей. То есть, ну, в духе Лакшми Дэви, да, которая не может приступить нормы морали и долг превыше всего, и она поэтому не может принять участие в расе Лиле, в отличие от Гопи, да. Вот, и эти жены Браманов вот тоже, и в этом, так сказать, вот их предел для того, чтобы действительно войти во врач и принять участие в выборах Кришны, нужно перестать быть женами Браманов, то есть Браманами, да, в этом смысле. Вот, и, наконец, вот образ, который увидели Гопи, значит, у него уже цветок корникара, то есть детали очень разнятся, да, вот, и, конечно, подробно описываются взгляды, и гирлянда в Эйджаянте, которая, вот эта подробность, что она из пяти видов лесных цветов, вот, это все значимые вещи, и они становятся, то есть, вот, в процессе медитации предметом комментирования, то есть реализация сознания для ачарев, для тех, кто достиг, ну, высот в понимании, да, и способен давать толкование стихам. Но мне хотелось, помимо вот этих трех примеров, показать еще. Вот у нас в песеннике дается три очень красивых стиха, где описывается образ Кришны в развернутой Мангала-чаране, вот, и, к сожалению, здесь не указано, откуда эти стихи, но, очевидно, я не могу сказать, я не знаю, но не из Багаватом, потому что если бы это было Багаватом, то мы бы указали, но это из какого-то сборника давнего еще, который издавался в Гаудия-Мадхи при Багтистхане Сарасвати, то есть создавался тогда, компилировался, вот, и мы это включили в песенник именно оттуда. Но я хочу показать, потому что стихи необыкновенно красивые, и действительно образ Кришны снова, он разный, вот. Значит, каждый из этих стихов является объектом медитации при старении Харинамы и вообще, то есть это тот образ, который можно себе представить. Итак, первый. Я поклоняюсь Парабраману, чью корону украшает павлиний перо, а широкий лоб тилок из мускусной и шафрановой чанданы. Вот понятно, какая чандана, мускус и шафран. Его серьги в форме рыб отбрасывают искрящиеся блики на обворожительные щеки, своей красотой затмевающие сапфир. Эта деталь тоже очень важна, она очень значима, является предметом комментирования сокровенных очень вещей. Серьги в форме рыб, которые касаются щек. Его глаза похожи на распустившиеся лотосы, а шея изящна, как морская раковина. Морская раковина – тоже новое сравнение по сравнению с тем, что мы слышали раньше, потому что, и это тоже важно, эти три линии на шее. Почему шея сравнивается с морской раковиной? На раковине есть основные три линии. И вот эти три линии, они благоприятны. И шея Радики тоже сравнивается с морской раковиной, потому что у нее тоже есть эти три линии. На его лотосоподобном лице играет нежная улыбка. А у своих алых, как плоды бимба, губ он держит в лейте. Цвет его тела напоминает грозовую тучу. Всегда безмятежный он стоит в изумительной позе трибанга. Его желтые одежды сияют, как солнце, а грудь украшена гирляндой в Эджайанти. Со всех сторон его окружают тысячи гофи. Он живет во Вриндаван-Тхаме и носит одежду пустушка. Его лоб украшает мускусный тилок, опять же, тилок из мускуса. А грудь – драгоценный камень-коуступха. В этот раз у Кришны там отмечались серьги в форме рыб. Здесь камень-коуступха. А в носу у него великолепная жемчужина. Своей лотосоподобной руке он держит в лейту, а на запястьях сверкают браслеты. Тело умащено чандами. Ну, вы можете представить тело, умащенное чандами. То есть здесь уже не говорится о том, что тело цвета темного грозового облака, потому что оно умащено чандами. На изящной шее сияет жемчужное ожерелье. Он стоит в кругу пастушек. Слава ему, лучшему из пастухов. ВАМ ШИНЬЯ СТАСЬЯ ЧАНДРАМ СВИТАЮТА АТУЛАН ПИТА ВАСТРАМ ВАРЕНЬЯМ КАНДЖАКШАМ САВАДАКШАМ НАВАГАНА САДРИШАМ БАРХА ЧУДАМ ШАРАНЬЯМ Я поклоняюсь ШИНАНДА НАНДАНИ, который держит флейту у своих уст, украшенных ослепительной, сладкой улыбкой. На нем великолепная одежда из желтого шелка, глаза его подобны лотосам. Ему нет равных ни в одном искусстве. Ну, это известное качество кришни. Его тело цветом напоминает грозовое облако, а голову венчает узел волос. Голову павлинье перо хочу тут исправить, потому что не корона. Он стоит в изящной поле трибанги в окружении юных дев в раджи. Он покровительствует предавшимся ему душам и наказывает демонов, таких как Кеши. Он сосредоточит слабости или олицетворением от курья расы. И, наконец, Я поклоняюсь Говинди. Чье тело подобно благоухающему голубому лотосу, а лицо – это сияющая луна. Он любит носить в короне павлинье перо. Ну, я не знаю, почему в короне. В волосах он носит павлинье перо. Его грудь украшает знак шреватца и драгоценный камень Кауступха. Здесь отмечается теперь и камень Кауступха, и шреватца. Я думаю, вы знаете, да, что такое шреватца. Он облачен в нарядные желтые одежды. Сверкающие ожерелье и браслеты подчеркивают красоту его темного тела. Его окружают друзья-пастушки и бесчисленные стада коров. Его сладкозвучная флейта чарует слух, а гофи проводит ему ароки, украдкой поглядывая на него. Вот в таком вот образе, наверное, Кришна возвращается. Когда вечером, гоня перед собой стада, он возвращается домой. И они проводят ему ароки, украдкой поглядывая на него. Ну вот, каждый раз у Кришны есть какая-то новая деталь в костюме. И каждый раз он надевается очень тщательно. Это то, о чем Гурудев говорит, и он с этого начинает свой комментарий к одиннадцатому тексту. Вот. И он говорит о том, что это очень важно для Кришны, потому что вот так принарядиться. И каждый раз что-то такое неожиданное, потому что он очень хочет. Это не просто происходит, он себе такой красавец идет, и ему как бы все равно нет. Он жаждет любви в Раджавасе. И он делает это для того, чтобы всех поразить, и снова всех привлечь к себе, и всех очаровать. Вот. И ему это абсолютно удается. Особенно, когда он вот чувствует себя в таком новом наряде и светлый, и он входит в лес Бриндавен. У него такое замечательное настроение. Он беззаботен, весел и грациозен во всех своих движениях. Он танцор, лучший из танцоров. Вот. Здесь говорится о том, что все детали его костюма продуманы так, чтобы снова и снова красть сердца в Раджавасе. Вот. Для них он всегда выглядит абсолютно неожиданно, совершенно неповторимо, ново. И, в общем, все описания Кришны, которые, на самом деле, как с Акшат Даршин приходили в сердце таких великих вайшнамов, что в Сарасвате сама приходила к ним на кончик языка, и они прославляли. То есть они произносили эти стихи, то есть они просто описывали это, то, что происходило в состоянии такого транса, когда они видят этот Даршин. Вот. Это то, как по-разному каждый из них, не только в силу своей индивидуальности, но еще и Кришны, он каждому из них является чуть-чуть по-разному. Вот. Потому что ему самому это нравится, и он так или иначе всегда свеж, всегда нов, всегда неповторим, и поэтому каждый раз, как в первый раз для Враджаваси встреча с ним — это неожиданность. Вот. И поэтому в Раджагопе о чем они говорят? Видя эту картину, как Кришна входит в лес Вриндаван, и что происходит с лесом, и что происходит со всеми обитателями леса, да, с паблинами. Вот. Сейчас гопи описывают эту картину дальше, потому что видят они ее в своем сердце. Что они говорят? Боже мой, Саки, какими словами описать удачу Вриндавана. Вриндаван дает прибежище всем, кто дорог Кришне, зверям, птицам, деревьям, лианам, коровам, телятам и всем в Раджавасе. Невозможно даже вообразить себе удачу Вриндавана, не говоря о том, чтобы обрести ее. И дальше. Ну, то есть это они в каждом стихе не могут измерить удачу Вриндавана этого леса, да, который Кришне особенно дорог, как они это видят. Но здесь они видят новую картину. Сначала были павлины, которые танцевали для Кришны, теперь они видят посмотри, посмотри, как повезло этим оленям. Об их удаче нам даже мечтать невозможно. У них нет разума у оленей, так же, как у всех животных. И вот поэтому у них есть возможность увидеть Кришну. Ну, это только их логика. Логика, продиктованная премой. Они находятся полностью во власти премы, видя Кришну в своем сердце и охваченные страстным желанием, да, Анурагой пойти и встретиться с ним, да, то есть непосредственно вот быть там, прикасаться к нему. Но они не могут. Сейчас это еще не тот момент. И поэтому то, как это видят Гопи, вот они говорят, что об этой удаче оленей, которые, у которых нет разума, нам даже и мечтать невозможно. хоть мы и родились людьми, женщинами и обладаем разумом, мы не в состоянии встретиться с Кришной. А у этих оленей, у них есть с ним отношения настолько близкие, что им ничего не препятствует встретиться с ним. И они делают вывод. Неважно, ты обладаешь разумом или нет. Не разум является критерием удачи живого существа. А вот есть у тебя отношения с Кришной или нет. Вот у этих оленей однозначно безграничная удача. Они сейчас находятся во Вриндаване и вот им ничего не препятствует. Они услышали клейту Кришны и вышли из леса. И у них есть с ним отношения. Он сразу обратил внимание на них. Он смотрит на них, но об этом будет чуть дальше. И поэтому это их удача во много раз превосходит нашу. Хоть мы обладаем разумом, мы женщины, мы гопи, но у нас нет непосредственных отношений с Кришной. Мы не можем в этот момент находиться рядом с Ним. И поэтому нам остается только мечтать. Может быть когда-нибудь в каком-то рождении мы тоже сможем стать оленями. И тогда сможем тоже беспрепятственно подходить к Кришне. Об этом тоже чуть-чуть дальше будет. Вот. Что увидели гопи? Как только олени услышали звук фейты Кришны, они тут же насторожились и в общем без особых размышлений сразу побежали на этот звук, на звук флейты и вышли из тех глубоких там, где они прячутся, заросли или деревья, да, вот. Они забыли о своих детенышах и вышли не оглядываясь именно оленихи. Значит, есть здесь это слово мука в стихе, значит, что означает глупый, да, вот, и гопи говорят, ах, глупые олени, на самом деле не олени, а оленихи, они доверились звуку флейты, совершенно не задумываясь о том, что это за звук, может быть, что это за мелодия. Они настолько очарованы этой мелодией, что без всякой опаски они выходят из чащи леса и направляются к кришне. Ведь это могла бы быть флейта охотника, который, играя на ней, завлекает их для того, чтобы выманить из этой чащи леса. Но они об этом не думают и скорее спешат к кришне. Они выходят из леса и абсолютно беспрепятственно могут подойти к нему. И устремив на него свои глаза, большие влажные глаза, они смотрят на кришну. Вот. Но можно себе представить, вы же знаете, глаза у оленей находятся по двум сторонам, по бокам. Естественно, для того, чтобы видеть кришну, они слегка их скашивают. Но для гопи это тот самый знак крепака такша. Вот этот взгляд искособрошенный, который очень значим. Тот взгляд, который они когда поют вянугиту, то кажется, что это тот взгляд, которым они обмениваются с Кришной. Тот взгляд, который они пытаются уловить, которым он их вознаграждает. Тот взгляд, который он бросает на них, на рады, куда желает поймать его, что это взгляд милости крипа, взгляд его желания встретиться с ними. То есть этот взгляд очень значимый. И именно вот такой взгляд они вкладывают в глаза ланей, которые реально физически просто по-другому видеть не могут. Они вынуждены скашивать слегка, чтобы оголились уголки глаза с одной стороны или с другой. Потому что у них глаза так расположены, но для гопи это совсем другой смысл. Более того, они говорят о том, что посмотрите на этих ланей, они выходят кришне, нисколько не смущаясь, ничего их не останавливает и могут подойти к нему совсем близко. Что означает совсем близко? Это означает, что близко настолько, что Кришна может их погладить. Он может прикоснуться и как только его рука прикасается к ним, они начинают тереться головой о его руку, то есть ластятся к нему. И это гопи просто переполняет настолько, потому что они реально совсем по-другому это понимают. вот у них нет ни страха у оленей, ни смущения. Это два огромных препятствия, которые гопи не в состоянии преодолеть сейчас, на данный момент, когда они поют вену гиту. И вот, что вызывает у них невероятную зависть. Настолько, что они говорят, посмотрите, им ничего не мешает, они ничего не боятся, они ни на секунду не задержались, у них и мысли не возникло, что может быть это флейта охотника, который хочет их поймать и заманить в свою ловушку, да, и мысли такой не возникло, потому что вообще они глупые, да, но посмотрите, они нисколько не смущаются, в отличие от нас. Вот, другая мысль, а, значит, что это за состояние, да, Гурдев говорит, их это восхищает, восхищает именно то, что у оленей нет, у самок оленей нет ни мгновения смущения или стыда или промедления, да, или страха, вот, потому что сами гопи могут вот так беспрепятственно преодолеть эти препятствия, да, только когда их према, их любовь к Кришне достигает определенного уровня, да, определенного градуса, и этот уровень называется праная, этот уровень, когда под влиянием премы Радхика, она перестает различать между собой и Кришной, Кришна тоже, потому что они оба находятся под влиянием премы, према на уровне праная, и в этот момент она уже не видит разницы между собой и им, она говорит об этом, приводится текст, по-моему, вот же было не вам, мне, что я уже не понимаю, где я, а где Кришна, вот, и вот в этот момент стыдливость, смущение, да, ладжа, она исчезает, она убегает из кунжи, она выходит из кунжи, вот, и здесь уже ничего не препятствует Радхике непосредственно вступать в контакт с Кришной, да, и, ну, у Кришны вообще смущения никогда и не было, но Радхике именно это можно сказать, да, и когда она видит, как олени, да, олени, самки олени ластятся к Кришне, вот это вызывает у нее, у нее вот эта мысль в голове, не какая-то другая, а именно это, она видя, что происходит, как они ведут себя с Кришной, да, что он может гладить их, он отвечает именно на их взгляды, которые для Радхики имеют очень особое значение, вот, то есть она прочитывает их совсем по-другому, и то, что он прикасается к ним, и они в ответ тоже ласятся к нему, для нее это просто, ну, вожделенная мечта, это жажда, это те эмоции, да, которые вот просто доводят ее до, то есть которые очень трудно сдерживать, вот, то есть до трансцендентного безумия, когда она начинает уже говорить вещи с логической точки зрения, кажущиеся неразумными, да, то есть Читра-Джалпа, вот, и и что они, что она видит, вот, ей кажется, что Лани, вот так ластись Кришни, они молят его о Пранай, потому что глаза у них такие, и это то, чего они хотят, Кришна и Лани, молят, Лани молят, самки-олени молят Кришну о Пранай, но это вот только то, что Радыка, и только она такое может увидеть и вложить именно такой смысл в понимание этой картины, поэтому она говорит, как же повезло этим оленям, оленихам, вот, они такие, они такие молодцы, их сердце целиком и полностью принадлежит Кришне, они ничего не боятся, как только они услышали звук его флейты, они забыли про своих детенышей, они забыли про своих мужей, и вышли ничего, ни на секунду, не сомневаясь, без всякого страха, направились прямо к Кришне, и все, и стали, и он стал прикасаться к ним, вот, ее взгляд переходит на тех, кто следовал за этими самками оленей, и это были самцы, ну, самцы оленей, они крупнее, вот, и чем самки, и их называют Кришна-сара, да, их называют Кришна-сара, вот, и они непосредственно, они непосредственно последовали за своими женами, да, так, да, эти олени непосредственно последовали за своими женами, за самками, да, нисколько не сомневаясь, почему, это то, опять же, как видит Равика, потому что они, говорят, они почитают своих жен, как великих преданных Кришной, они считают, что они по-настоящему Кришне принадлежат, то есть их сердца принадлежат Кришне, раз они настолько, сразу отреагировали и просто пошли к нему, ни о чем другом не вспомнят, вот, и эти самцы, олени, да, они последовали за своими женами и тоже увидели Кришну, да, и вы понимаете, да, какой смысл в это вкладывает Равика, она говорит, вот, как же им, этим оленихам повезло иметь таких замечательных мужей, которые думают, ах, наши жены так сильно любят Кришну, они такие счастливые, гораздо счастливее нас, вот, и вот этот интересный такой момент, он не один раз подчеркивается в Дьянугите, вообще в Бакалтам, о том, что вот такое, так сказать, предпочтение, значит, что женщины, они как-то быстрее реагируют на Кришну, и в общем, им как будто бы легче к Нему обратиться, допустим, жены браманов, да, они увидели Кришну, пусть и не пошли за Ним, но увидели Его, а браманы в это время были заняты ритуальным приготовлением и к ритуальным жертвоприношениям. Здесь то же самое, олени подчеркивают превосходство своих жен, которые ни насколько ничто их не остановило, ничего, ничем их ничто не смутило, они просто сразу пошли к Кришне беспрепятственно, и они последовали, и олени последовали за своими женами, вот, и потому что само традиционное общество в рамках Варнашемы, да, оно патриархальное, и, так сказать, доминирование мужчины, и послушание женщины, следование за мужем, и вообще весь социальный вот уклад, общественный уклад, характер отношений, послушание старшим в семье, и, что девочка уходит в семью мужа, то есть это абсолютный, полный патриархат, доминирование мужского начала, в общем, в Индии по сей день такое, так сказать, полноценное патриархальное общество, вот, оно корнями уходит очень далеко и отражается в их шастрах, таких, как Манус Мрити, например, где очень жестко прописано положение женщин вот в обществе и в семьях и отношении к ним. Вот здесь вот это удивительная особенность Бхагаватам, да, которая показывает, где Радик, ее превосходство, превосходство женского начала в том, что касается отношений с Кришной. Их явное однозначное преимущество женщин, которые достаточно бесхитростны и откровенны и больше живут как бы порывом сердца и так далее. И это подчеркивается очень, ну, подчеркивается в литературе Гаудия Вайшнауф, потому что говорится о том, что этот мужской абиман, да, он мешает вот это вот положение доминирования и контроля, и все это чревато последствиями пратиштхи, последствиями и всем тем, что является препятствием на пути к Кришне, потому что с точки зрения таттвы это деление на мужчин и женщин, да, оно абсолютно условно в рамках вот этого мира, потому что как энергия джива таттвы, да, она имеет женское начало, и она, эта энергия принадлежит Господу, да, Кришне, как своему источнику, единственному мужскому началу, и вот это, оно отражается в вот в этих словах Радарани, она говорит, что как повезло этим оленихам, да, не знаю, как самкам олени, да, и их мужья признают это, и поэтому они, их можно назвать Кришна-Сара, то есть Кришна-Сара, это означает, вот Сара, это суть, то есть смысл их жизни, он в Кришне, это слово из стиха, Кришна-Сара, вот, и в общем, мне показалось это интересная такая мысль, которая на самом деле в общем отражает реальность общества, построенного на определенных принятых уже там таких устоявшихся принципах общественных, вот, но в духовном царстве, в царстве Кришны, в Абрадже, все по-другому, и там царит свобода, это, в этом говорит Радарани, вот, только она очень сокрушается, что свобода это для всех, кроме нее, а вот мы люди, мы связаны этими моральными и социальными правилами, и поэтому мы, женщины, гопи, жены пастухов, мы не можем, как они, эти оленихи, беспрепятственно бежать из леса без оглядки, не оглядываясь на своих детенышей и на своих мужей, а мужья вслед за ними точно так же бегут, чтобы, признавая вот это их превосходство своих жен, вот, об этом говорит Радика здесь, с большим сожалению, она говорит, это то, что отличает их мужей от наших, их родственников от наших родственников, которые не пускают нас в Кришну, вот, Шалгуру Дев приводит стих из Кришна Баванамриты на эту же тему Вишванат Чикраварта Кура, Осаки, очарованные флейты и самки олени забывают о своих мужьях, готовые бежать навстречу с Кришной, но ноги отказывают им, и они замирают на месте, как извояние. Их мужья стоят позади и смотрят на Кришну. Такая картина. Следующая строчка. В праная-волокиях, пуджам-датхау, олени с любовью смотрят на Кришну своими прекрасными большими глазами. И вот это важный такой момент, они поклоняются ему взглядом, полным любви, как будто проводят арати в храме. Шилгурудеф не раз говорил о превосходстве поклонения мысленного над внешней арчиной. Баджана, соотношение и смысл баджана и арчины. Речи нет о том, что арчина не важна. Арчина важна, потому что это все кармендри, это вот все органы действия, и если мы занимаем эти органы действия в служении Господу, то тогда это тело вовлекается, физическое грубое тело, оно вовлекается в это служение, потому что суть в том, чтобы сто процентов все, что нам дано, грубое физическое тело, ментальное, тонкое тело, да, занять в служении Господу, потому что если ты предаешься ему, то ты всего себя ему отдаешь, не просто часть какой-то своего времени или своей деятельности, или плодов этой деятельности, это все карма-канда, это все вот эта часть вед, но Бхактия отличается тем, что если ты отдаешь ему свою душу целиком и полностью, об этом Лешанад Чакраварти говорит в Бхагавадгите, то соответственно все и твое тело, и твои мысли, твой ум, это все будет принадлежать ему, и поэтому с этого начинается Бхакти, то есть вот это атма неведанным и потом соответственно все остальные составляющие предания, они включают, включаются в это атма неведанным, вот, но, то есть Арчина, она важна, да, но Арчина без Бхаджина становится простым ритуальным действием, которое не имеет вот этой вот силы изменить сознание человека, вот как взять просто, ну, я так сказать, утрирую, да, кодилом помахать, вот, я помню в самом начале, когда учили нас, допустим, проводить Арати, то в Исконе это было, и я не хочу сказать, что неправильно, это все важно, но просто как-то при этом позже, спустя много лет, да, все эти внешние действия стали приобретать смысл, когда говорили, нужно огонь предлагать, значит, четыре, по-моему, или три раза вокруг лица, потом вокруг живота, и потом сколько-то раз вокруг стоп, и потом еще сколько-то все вместе целиком, и вот в Пуджаре он стоит и считает, да, чтобы все сделать правильно, вот, на Шилгрудеф он говорит о том, что важно поклоняться Кришне не просто вот с этими лампадами, да, в руках, а при этом какие мысли, то есть что ты в это вкладываешь, не количество раз, а то, что ты видишь лицо Господа, у тебя не только лицо Мурти, но ты помнишь те стихи, которые описывают его красоту, и ты вкладываешь весь смысл, который пробуждают в тебя определенные эмоции, и ты предлагая ему огонь, ты, допустим, думаешь о том, как Кришна возвращается сейчас с пастбищи, не поранился ли он, если это вечерняя арти, а если это утренняя арти, то все ли у них на месте после их ночной лилы, перед тем, как они уйдут по домам, каждый к себе, Рабика к себе, а Кришна к себе, надел ли Кришна эти вот серьги в форме рыб, да, или надел ли он свою жемчужину в нос, в том ли он виде, как он пришел, это то, что проверяют манджери, вот, и вот, если ваша арти, она наполнена вот таким медитативным смыслом, тогда да, она преобразует вас, она преобразует сознание, и в конце концов, даже внешние действия эти, они перестают играть какую-то роль, вот, потому что в соответствии с определенным моментом, вы, в соответствии с этой Аштакалой Лилой, вы проводите это служение, да, Радхи и Кришне, совершая арчину своими мыслями, своим взглядом, и Шилагуру Деф о том говорит, что такая арчина имеет гораздо более важное значение, чем просто арти, проводимая в храме, ну, когда мысли наши при этом находятся где-то еще, вот, то есть Арчина и Баджина, они, Баджин он питает, он наполняет смыслом Арчину, вот, и здесь в этом стихе слово Дадхау, да, Шилгуру Деф он говорит, что оно означает, что вот такое поклонение, да, Кришна обязательно принимает, не то, сколько раз вы помахали перед божеством, а поклонение взглядом полным любви, что означает взгляд полной любви, какой любви, в этом, в общем, все учения Годи Вашнавта заключается, вот, еще какой смысл, значит, взгляд, да, смотреть на Кришну с любовью, о чем Гопи думают, если наш возлюбленный Кришна, Кришна, да, он принимает поклонение оленей, вот такое, глазами полными любви, они на него смотрят, неужели он не примет наше поклонение, потому что Гопи, они совершают ему арати, каждый вечер, когда он возвращается домой, и они наблюдают за ним и за всех, и за всех окон, не просто вот так вылезли, потому что они не могут за ним наблюдать, они смотрят, прячась, прячась за решетками окон, за дверью, в щель между там окном приоткрытым или в дверь и так далее, то есть они прячутся везде, но Кришна, он идет и вот поглядывает в разные стороны, вот взгляд искоса брошенный, он таким образом принимает их поклонение, вот какой смысл в том, что они говорят, когда смысл того, что Равика, когда она говорит, посмотрите, они совершают ему поклонение взглядом полным любви, и вот взгляд полной любви, да, Кришна бросает на Равику, на своих бак, на всех в Раджабасе, да, взгляд полной любви, вот об этом взгляде вся молитва, да, вот Крипарка так же стала, вот, и Вайшнавы преданные, да, они молятся о том, чтобы Кришна обратил на них вот этот вот свой взгляд и таким образом пролил свою милость. Так, так, теперь, интересно, еще, поэт Кави Карнапур приводит слова Юдхешвари, помним, да, кто такие Юдхешвари, не уточняя, какой группы, кто, вот, но, как они, Вананда, Вриндавана, Чанка, Шилгуру Дев приводит эти стихи, как они реагируют, обмениваются мнениями, да, на эту картину с оленями. Осаки, какие аскизы совершали эти олени, чтобы сейчас смотреть в лотосное лицо Ши Кришны, когда он сладко играет на плете. Их большие влажные глаза так выразительны, что их красноречивый взгляд не может не достичь цели. Какой цели? Их глаза так выразительны, взгляд настолько красноречив, что не может не достичь цели, чтобы Кришна, да, ну, принял их любовь, принял их поклонение, он может погладить их, они будут прикасаться к нему и так далее. То есть такой взгляд, их взгляд молит о праная. Это то, о чем Радика сказала в самой Вену Гиди. И дальше. Да. И дальше повторяется вот эта мысль о том, что посмотрите на этих оленей Кришна Сара. Как повезло их женам вместе с ними без промедления пить нектар лотосных уст Кришны, наполняющий песнь его плейты. Ну, в общем, такая тут красота, что, по-моему, даже сразу не вникнешь. То есть есть оленей, как повезло женам оленей, то есть оленихам, да, что они без промедления отреагировали, прибежали к Кришне и стали пить нектар его лотосных уст. Это то, чего жаждут гопи. Мы с вами уже говорили об этом нектаре, который по праву принадлежит только гопи, и они оспаривают это право у флейты, да, вот. И тут они видят этот нектар в форме, да, то есть песни флейты Кришны. Это то, что видят гопи. Вот олени могут пить нектар, который сейчас Кришна играет на флейте и наполняет ее этим нектаром, да, и тогда выходит очень особая мелодия. Вот то, что они слышат эту мелодию, соответственно, вот, и как же эти олени, какие они замечательные. Поистине Кришна составляет смысл их жизни, чего не скажешь о моем муже. Он такой вредный, не позволяет мне даже взглянуть на Кришну. Это означает, я не могу бесстрашно смотреть на Кришну, когда он вечером возвращается домой, потому что мой муж очень подозрительный. То есть не только они снаружи боятся, чтобы их там кто-то заметил, но и в семьях тоже. И они говорят о чем? В следующей жизни нам нужно родиться оленями, чтобы вместе с мужьями мы могли с любовью смотреть на Кришну и поклоняться им. Боже мой. во всем Вриндаване, во всем Врадже царит Йога-Майя. И это обитель чистой Матхурии. И здесь никто не помнит о божественном могуществе Шикришны и о том, что он верховный Господь. Его любят как своего друга, сына и возлюбленного. Копи считают его своим возлюбленным, Нанда и Шодэ считают его своим сыном. В общем, и теперь важно, значит, почему Гурадеф об этом говорит, потому что он хочет поговорить о том, в чем заключается разница, да, между Рогатмикой и Роганулой. Я помню, мы в самом начале, да, просто старались понять серьезным образом, понять разницу в этих терминах Рогатмико, Рогануга и Рупануга. Кто же мы, где наше место в этой системе, и что означает идти по стопам Гопи. Но для начала вот Шилы Гурадеф говорит о том, что во Врадже царит Йога-Майя и царит Матхурья, где все под влиянием этой Матхури забывают о том, что Кришна верховная личность Бога и имеют с ним непосредственные отношения, относятся к нему как к своему другу, сыну или возлюбленному. Он говорит о том, что в сердцах в Раджаваси живет Рагатмика Бава. Рага это любовь к Кришне. Рагатмика. Вот. И это Рагатмика Бава в общем это врожденное качество их сердца. Не приобретенное, а изначальное. Врожденное тоже неправильное слово, потому что они не рождаются как бы и потому что это вечные спутники, они всегда есть и они из этой Раги состоят, можно так сказать. Вот. И любить вот так, как они любят Кришну, как эти Рагатмика Бава мы мы не можем, да, мы можем быть только Рага Нугами, да, то есть в Анугатье у этих Рагатмика Багт, у тех, кто с этим живет, кто из этого, из этой Раги любви к Кришне состоит, вот, и что означает идти по этому пути, и что означает вот это Рага Нуга, значит, то есть здесь просто говорится идти по стопам вечных спутников Кришны, Рагатмика, вот, и постоянно поклоняться Кришне Чандре без страха, благоговения перед его величием, считая его своим другом, сыном или возлюбленным, это и есть Рагануга Бахта, Бахти, то есть это означает Рагануга, но я всегда задавалась вопросом вот что это по-настоящему как как это можно реализовать вот и считая себя своим другом, сыном или возлюбленным в общем сложный вопрос потому что это означает Сакхи раса или это Вацали раса или это Матхури раса Рагатмики они в общем те, кто идут по этому пути в инугатии у вечных спутников в одной из этих рас но наше место где в этом и потом что означает быть в этой Рагануге что это означает первое да объект поклонения это сознательная вещь осознанная это то чему можно научить то есть объект поклонения это Кришна ну поскольку в общем мы не только Рагатмики но еще Рупаноги поэтому у нас еще Радхарани вот во-первых это объект поклонения Иштадев это Кришна причем Кришна конкретно во Врадже не просто за пределами не Кришна вообще потому что Кришна везде разный и вот только там где он мальчик пастушок и где он сам не помнит что он верховная личность Бога и где он будет бегать босиком и где он будет склоняться к стопам Радарани и молить ее о том чтобы она смилостивилась и пустила его в свою кунжу вот такой Кришна который будет плакать от страха перед мамой и Шодой что она его может наказать Кришна который будет обижаться и жаловаться своему отцу на свою маму и не разговаривать с ней он не помнит что он верховная личность Бога это возможно только во Врадже вот вот это наш Иштадев да вот второе да отношение с ним они строятся на любви потому что мы жаждем безусловной любви свободной от страха перед ним и благоговения перед ним почему потому что в Читань Чаритамрите об этом говорится Кришна говорит весь мир поклоняется мне благоговение и почтение весь мир делает это всегда трудно представить весь мир и всегда вот и только здесь во Врадже он получает тот вкус который не может получить в отношении к Сосновной Бактной больше нигде и это ему особенно дорого там они не помнят что он верховная личность Бога и заботится о нем и любит его как своего друга сына или возлюбленного и эти отношения очень близки это те отношения которые доставляют ему наибольшее наслаждение вот и поэтому идти по стопам вот таких рогат Микабакт вот вот таких во Врадже и есть Рогануга что значит идти по стопам поклоняться вот такому же Кришне которого они любят и делать это так же как это делают они не просто подражая им а в таком же бескорыстии как они в таком же самопожертвовании как они в такой же самоотдаче как они и этому есть много иллюстраций много историй как гопи готовы пожертвовать своей жизнью ради Кришны в любой момент готовы пожертвовать собой целиком ради него вот вот такая самоотдача да это и и есть по стопам то есть они пример вот что значит по стопам вот и дальше Шила Гурадев он говорит что Шри Кришна он пришел в образе Шичинанданы Гаурасундары да для того чтобы испытать настроение Радарани да вот и положить начало Рагамаргу путь спонтанной преданности по примеру вечных жителей Вриндавана это не означает что допустим на планете где поклоняется господин Ресимхи там у него Лакшми его вечная супруга и прохлад Махарадж он тоже я не знаю они рогатмики или нет я вот я даже не знаю там по-моему даже и бакт других нет как только прохладный Махарадж он он был по-моему садакой да правильно который пришел туда вот и окружает Ресимха Дева полубоги вот и вообще это одно из проявлений да но оно вечно находится на одной из Вайкун там есть прохладный Махарадж Лакшми Деви Ресимха а кто еще есть полубоги есть не знаю вот а какие там отношения и рас понятно да просто вопрос если знаете скажите рогатники есть за пределами Враджа не знаю вот но этому Рагамаргу пришел учить именно Шри Чайтани Махапрагу положил начало да спонтанная преданность вот это тоже непонятное слово что такое спонтанное не очень точное а спонтанное означает не мотивированное ничем никакими мыслями нет иного другого мотива как только вот это вот Кришна Анукульена Анушилана это и есть Бхакти Уттама Анукульена Анушилана то есть безусловное постоянное желание вот позаботиться о Кришне так чтобы о нем чтобы все было хорошо вот Анукульена и Анушилана не то что он чтобы всегда был доволен потому что он не всегда мамой и Шодой доволен но главное что ее мотивация это постоянная забота о нем Анукульена Анушилана вот и вот это и есть спонтанно потому что это неконтролируемое это постоянное состояние их сердце вот и объяснил то есть принес этот путь Рага Марга Шичитане Махапрабу а объяснил его Шиларупа Гасвами и причем говорится да что он исполнил сокровенное желание сердца потому что он объяснил этот путь Рага Марга в Бхакти Расамрита Синду Удживалани Ламани он составил Гранхи где показал что это такое на реальных конкретных примерах до того как он это написал невозможно было представить непонятно было что это было такое вот и дальше Шилагурдан говорит но редко в этом мире встречается человек способный в полной мере оценить этот дар Махапрабу Вайли Бхакти это поклонение основанное на правилах предписаниях и дисциплине оно приводит к благоговению и почтению и страху к Нарайни на Вайкунхе а Рагануга Бхакти основана на душевной привязанности состоянии сердца и приводит к любви полному любви служению Враджандра Нанды Ни Шри Кришны значит Рагануга Бхакти возможно только во Врадже и возможно только по отношению к Враджандра Нанды Ни Шри Кришны вот и дальше среди всех Рагануга Бхакти только те кто идет по стопам Шилы Рупы Гасвами их называют Рупануги обретают возможность то есть что означает возможность это их духовное тело в котором они могут служить Рада Кришне на Галуко Вриндауне то есть в самом Врадже только они и только под руководством Рупы Манджаре другого пути нет вот только на этом пути только вот через Рупу Манджаре возможно забыть о том что Кришна это верховная божественная личность забыть о его величии вот и и поклоняться ему отдавая предпочтение Шимати Радике как своей единственной повелительнице а Кришну почитать как ее дорогого возлюбленного вот и в этом заключается особенность последователей Шивы Рупы Гасвали все на этом заканчивается у нас одиннадцатый текст и комментарий к нему бактивданты Шивы Нарайны Гасвали Махараджа если у вас есть какие-то вопросы давайте их обсудим меня слышно вообще слышно слышно а понятно а то такая тишина просто у всех под впечатлением вот какие там вопросы понятно ладно хорошо если вопросов нет то тогда я думаю что сейчас уже самое время попрощаться до следующей недели до следующего раза когда мы сможем вернуться прерудить и почитать дальше большое спасибо Харибол Харибол отлично отлично спасибо спасибо большое всем вам большое спасибо за предоставленную возможность Хараман Харибол тогда я со всеми прощаюсь и очень надеюсь увидеть вас в следующую среду Харибол Харибол спасибо 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 Продолжение следует...